Ительная глава Пинхас Последнее испытание еврейского народа 24 тысячи уже погибли от обидений И вот глава колена Шимона Он приводит медьянку Козли перед Моше И спрашивает у него, разрешена мне эта женщина или нет? А если ты скажешь, что запрещена, кто тебе разрешил твою жену Ципору? И плачет Моше у входа в шатюр Ведь Ципора прошла ее Это было до дарования Торы И она приняла на себя веру в единого Творца А сейчас, сороковой год после выхода из Египта И вот-вот еврейский народ должен войти в землю Израиля И вот эпидемия Гибнут один день за другим евреем И возгорелся гнев Творца И вот встает Пинхас, сын Элязара, сын Аарона Коэна И идет в шатер И убивает развратника и развратницу И останавливается эпидемия И говорит Творец Ты установил мир между мною и моим народом Этот союз мира будет у тебя навсегда И Пинхас Он внук Аарона Но когда назначали Коэнов, он не был назначен Коэном И вот сейчас Творец говорит Даю ему я союз коинства вечный Но как это возможно, чтобы не Коэн стал Коэном? И больше того, от Пинхаса в будущем Происходят многие-многие первосвященники, которые служили в храме Не Коэн становится Коэном Больше того, в нашей главе говорится Что Яушуа-бен-нун Тот, кто был главой только пятидесяти Он становится главой народа Как это возможно? Ведь были другие мудрецы, больше, чем он Но так как он безвыходно был в Бейт-Мидраше Почитал своего учителя Моше То, что говорят наши мудрецы Моше-рабейну это как свет солнца А Яушуа это как свет луны Отраженный свет Именно благодаря этому он становится главой народа Человек, в котором есть Руах Дух от Творца И в нашей же главе говорится Что сыновья Кораха не умерли Они спустились к Гееном Но так как в сердце своем Они сказали Может быть, отец наш неправ Может быть, наш учитель Моше Правей его Внутри Геенома Сделалось для них место И оттуда они поднялись И от них происходит множество левитов И, главное, пророк Шмуэль Который в своем поколении будет Как Моше и Арон вместе взяты О чем мы говорим? Это переход К божественному управлению От открытых чудес К скрытым чудесам При завоевании земли Израиля Нужно воевать И Творец делает скрытые чудеса Что необученная армия евреев Побеждает 31 царя К Наанейского И они завоевывают землю Израиля Но это новое поколение В пустыне были явные чудеса С неба падал хлеб Ман Из скалы выходила вода Колодец Мирьям Их окружали облака славы Которые защищали их от всех врагов Сейчас начинается новое управление И если Мошер Абейну И первосвященника Арон Это основа письменной Торы То Йошуа бен Нун И сыновья Кораха И Пинхас Который становится Коэном Это основа устной Торы Тот, кто идет на самопожертвование Ради Творца Тот, кто ревнует ради Творца Он становится первосвященником И открывает наши святые книги Что в будущем Тот, кто восстановит мир Между еврейским народом И Творцом на небе Это пророк Ильяу Он Пинхас Он провозгласит Он подготовит пути Царя Машех И вернет сердца сыновей к отцам А сердца отцов к сыновьям Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин